Я снимал реальные трупы, значит, с криминалистами ездил. Я ездил в какие-то жуткие колхозы, где там полудохлые коровы ползли по грязи. Меня знали, и растяжки со мной висели по городу. Меня узнавали на улице собаки дворовые. И он трясущимися руками мне сует эту деньги, мне взятку. Владимир Владимирович вошел во вкус. И начиная с 2006 года начал уже закрывать выборы губернаторов. И налаживать, ровнять в бетон такую спокойную, благополучную, стабильную путинскую Россию. Вот так же императрица была. Она тебя позвала в дворец, говорит, езжай, брат, в Сибирь. Навсегда. Слушай, ты довольно-таки до хера читаешь всего. Чтение, например, той же поэзии. Бродского ты всего сел, прочитал. Там еще какие-то русская литература, какая-то классическая или современная литература. Вот это чтение тебе, как творческому человеку, что дает? Ну, я совершенно согласен с тем, что говорят обычно на различных тренингах. И ты в том числе, что писатель, это в первую очередь читатель. Мне это дает колоссально много. У меня был период, когда я читал гораздо меньше. Это был какой-то период, связанный с какими-то бурными, с внешними событиями моей жизни. Когда я одновременно там разводился, женился, влюблялся, делал один проект, второй, третий, четвертый был в загашнике, а пятый накрывался. Да, у меня был какой-то период, и я только потом понял, насколько в этот период я себя обделил. И был как бы беден, и жизнь была такой очень плоской, именно потому, что я не читал. Причем, ведь знаешь, кино совсем другая штука. Вот смотреть кино, ну, я вообще считаю, и даже там постоянно пишу про это, что кино – это маленький сын большой матери литературы. Ну, так и есть. Да, от смотрения кино не получаешь того заряда, как от книг. Поэтому даже вот что дают книги, они… У меня сразу там несколько версий, да, что и ты проживаешь какую-то другую жизнь, ты попадаешь в иное пространство, ты обогащаешься каким-то чужим миром, чужим настроем, каким-то другим взглядом на жизнь. Ну, по большому счету, ведь книга – это коммуникация. Вот мы с тобой, да, и говорим сейчас, да, утром мы с кем-то беседовали, вечером мы будем читать книги. И мне кажется иногда, что жить не подключаясь к такому грандиозному источнику, каким является искусство, и в котором базовый, конечно, базовый источник – это проза и поэзия, да. Как проза такая роскошная горизонталь смыслов, а поэзия – это такая пронзительная вертикаль смыслов. Как бы не подключаясь к этому, жить вне этого, ну, мне кажется, очень-очень грустно, очень бедно и даже, может быть, зря. – Слушай, Сень, вот… – Когда этого нет, я не знаю, теряюсь. – Может ли литература быть вредной? То есть были ли у тебя, например, какие-то тексты, которые ты прочитывал бы и говорил, блин, лучше бы я этот текст не прочитал? – Ой, был, слушай, был. Был такой текст, какой-то совершенно жуткий. Мне один мой очень хороший человек, недавно была эта история, причем я сейчас скажу текст, ты можешь просто вот так вот сделать такие глаза и встать и выйти, да, после этого. Потому что ты, возможно, этот текст очень хорошо знаешь, но лично мне он просто… Ну, сказайте, да, что это за текст? – Заговори. – Я, значит, мне очень хороший друг, который очень хорошо ко мне относится, и, видимо, для того, чтобы как-то мне помочь, посоветовал книгу. Она называется «Теория каст и ролей». – Нет, не знаю. – Это как-то очень… Ну, я слышал, но я не читал. – Да, это очень-очень известная книга. Очень, ну, такая как бы Библия для предпринимателей, поэтому, может быть, вот, для предпринимателей, в которой рассматривается… Ну, там, все ее знают, все ее читали, и она как бы лежит где-то в фундаменте для людей, которые хотят построить свою жизнь, связать ее с бизнесом. Короче, там про то, что в нашей повседневной жизни сохраняются касты. Да, что ты на одном уровне, потому что ты хозяин там своего бизнеса, ты на другом уровне, ты получаешь постоянный доход. А ты… А я, например, раб, да, и вот там ребята, которые здесь за камерами, тоже вот рабы. Мы вот в нижней касте, и поэтому мы должны оттуда там выбраться. И, в общем, рабы, там, 99% тех, вот, с кем я встречу сейчас на улице, когда выйду оттуда, тоже рабы. И там, и это как-то очень жестко звучит, и я вообще начал… Я вообще читаю, думаю, господи, а если я дочитаю это, в кого я вообще превращусь? Очень жестко написано про то, что пока мы не имеем там свой бизнес, не имеем свои источники постоянного дохода, мы такие недочеловеки. Манипуляция, короче, такая галимая. И так жестко, и так… И написано очень, очень так, как с опережением. Вы сейчас думаете про это, но вы не правы, да? И он давит, давит, давит. Я такой, боже, нет, нет, я это не буду читать. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, на самом деле, немножко другое имел в виду. Я имел в виду, на самом деле, нашу великую литературу 19 века, которую я тут сел, короче, перечитывать Тургенева. Ну, и вообще у меня просто как-то вот пошло вдруг, внезапно, там, Толстого что-то, раз сел Хаджи Мурата, перечитал, раз Анну перечитал, да, то есть вот пошло как-то. Вот, и у меня была давняя мечта, мы же сейчас, наконец, все разбогатели, мы можем покупать все те книги, которые, блин, мы только облизывались, ходили. И я купил 15-ти томник Тургенева, синий. Ой, синий, запах, а там строчки пронумерованы. Вот я, ну, как бы... Я тоже грешу, да, покупаю. Оно такое, да. Вот, и я сел, я начал это читать, и я понял, на самом деле, что эта литература, она, если ее, вот, это, как бы, настолько сильное лекарство, это было настолько мощно, что вот он радиоактивный, то есть текст реально, он просто настолько энергетически заряженный, что я не представляю, как он в то время влиял на читателей, то есть он убивал все живое, да, то есть вот это вот чувство вины, это вот маленький человек, там, и так далее, и так далее, вот все эти модели, да, которые они, как бы, вот это, некое, там, скажем так, вот к тому времени у богатых людей по отношению к бедным никакого чувства вины не было, и вся русская литература, она очень сильно весь мир этим чувством вины заразила, и результатом этого стал 20-й век, когда просто, ну, все за это огребли, вот, то есть, и вот эта литература, она постепенно, со временем, она как-то вот свои смертоносные свойства начала терять, и начала превращаться в лекарство, вот, и это интересная штука, не знаю, замечал ты или нет, то, что текст, когда по-настоящему мощный текст, вот когда непосредственно с ним соприкасаешься, он в некоторых случаях производит прям разрушительное действие, и лишь постепенно, да, он где-то там в голове укладывается, и постепенно он становится там, становится лекарством, тот же Толстой, скажем, да, то есть, когда ты его прочитываешь, да, он тебя просто подавляет, а потом, когда-то это «Война и мир» и «Анна Каренина», да, они укладываются в голове, там, лет 10, когда ты поживешь с ними, они уже начинают что-то в тебе, да, как-то перестраивать. Не замечал такого? Ну да, мне это просто, у меня тоже есть, конечно, такие тексты, я сейчас, может быть, скажу банальность, но один из таких текстов «Степной волк», Гесса, да, который постоянно меня перепахивает, как бы я, сколько бы я его ни читал, вот, но мне-то кажется, Саш, что ради этого все и существует, да, чтобы тебя эти тексты производили на тебя настолько глубокое впечатление, что тебе бы казалось, что они тебя разрушают, а на самом деле твой дом разбирают весь, чтобы его там быстро собрать, да, или там пересобрать на другом месте. И мне кажется, вот именно этот мощный заряд, такой в тебя так, бах, в тебя въехал КамАЗ, это, в общем, и, ну, делает нас абсолютно счастливыми людьми, которые читают Достоевского на родном языке, да, абсолютно. Вообще, с 19 веком все безумно сложно, чем дольше я про это думаю, и там, начиная с филфака, и сейчас, тем меньше я в этом смысле понимаю. Но для меня понятна совершенно одна вещь. Она заключается в том, что 19 век – это какая-то немножко такая герметичная уже сегодня, такая закрытая сфера такого золотого века. Ну, не знаю, это как золотая гиря, которую пилить можно, она внутри все равно золотая. И вот очень многие процессы, которые там происходили, связанные с Гоголем, с Пушкиным, с Тургеневым, с Достоевским, Толстым, они сейчас сложно понимаются, но они бесконечно глубокие, и, может быть, они даже вот как бы в этом шаре все уже стремится друг к другу. Там все это перемешано. То есть для меня это такой батискаф, который где-то там на глубине, в который очень хочется возвращаться и перечитывать. Бродский написал «Зачем нам 20 век, когда есть 19 век?». Ну да, действительно, же и прав, кстати. Это абсолютно такая закрытая, уже сейчас, мне кажется, закрытая такая среда, которая не теряет своего чудодейственного эффекта. И я еще очень не люблю сейчас какое-то модное поветрие, что «Ой, классики, да зачем их читать?» Это русская классика, да, она такая, она так грузит. Да у нас есть много хороших писателей, абсолютно супер. Много сейчас очень хороших писателей, да, там Шишкин, Водолазкин, Носов. Я стараюсь читать много и все современное, и тебя читал, вот. Но зачем классику отрицать? Давайте мы сейчас, ну, как-то, мне кажется, в 21 веке кого-то кидать с парохода, когда уже те, кто кидал с парохода, уже как бы их уже не скинешь, да? Мне кажется, очень странные нападки на русскую классику. Она абсолютно великая. И если ты чего-то там, чего-то боишься, и тебя что-то там травмирует, ну, тогда займись, там, не знаю, там, какой-то другой сферой деятельности. Почитай что-нибудь жанровое. Ну, да. Но на самом деле там же есть еще и 18 век прекрасный. Да, да, да. Есть Херасков, Тредиаковский. Вот все, над чем мы смеялись в институтах, это хрестоматия Макогоненко, это толстенная желтая. Радищев, я перечитал недавно путешествие его, значит, чувака совершенно сумасшедшей судьбы, который написал книгу, его вызвала императрица, закатала его, значит, в ссылку, вот, он из ссылки вернулся и, значит, кончил жизнь самоубийством, то есть у него жизнь, триллер, да, это чувак написал. Да, да, его Павел вернул, и что-то он испугался и перерезал горло бритвой там, вообще трэш. Да, ну, там, это, причем, сейчас же, ну, не доказано, там, он сам умер или самоубился, но... Новичок. Человек книжку написал, мы как-то не задумывались, ну, Радищев, Радищев, мы не задумывались, что человек написал текст, который его убил. Да. Он написал, потому что этот текст про императрицу, а императрица была, ну, как сказать, вот, у меня, когда я работал там, журналист, у меня был начальник на телефоне, вот, я позвонил там, там, Саш, там, вот, и он мне мог там меня уволить лишь, а вот так же императрица была, она тебя позвала в дворец, говорит, езжай, брат, в Сибирь. Да. Навсегда, да, это, то есть, вот, вот, вот он, он был таким писателем. Хорошо, давай от литературы вернемся к тебе. Значит, ты закончил филфак, как ты попал на телевидение? На телевидение я попал таким образом, что я так успешно отучился на филфаке, что я, когда его закончил, у меня жена была беременная. Окей, хорошо. Моим первым сыном, который сейчас, значит, жив-здоров, и, слава богу. И, значит, меня, я поступил в аспирантуру, меня взял профессор Сухих, совершенно потрясающий человек, известный ученый. Я, и вот, я не знаю, ошибка эта была жизненная или нет, но я забросил аспирантуру и пошел работать. А надо понимать, что... Деньги нужны были? Ну, собственно, да. А, собственно, я пошел на телевидение, потому что это было чуть ли не единственное место, где можно было заработать, будучи филологом. То есть, я умудрился получить то образование, с которым, в общем, найти работу достаточно сложно. И было там или газета, да, у меня половина друзей пошли в газету, или телек. То есть, журналистика в любом случае. Если это наука... А у вас престижнее было на телевидении работать или в газете? Понимаешь, тут, наверное, вот это мои личностные особенности, потому что я уже... Почему меня занесло на телецентр, не знаю, потому что там такая, наверное, история больше была совпадения. Но я тогда был худее килограммов на 30. И я тогда уже хорошо говорил, то есть, сходу с листа я мог говорить текст. У меня было и произношение речи столичной, как мне тогда говорили. И я мог озвучивать. И поэтому на телевидении меня очень быстро приняли за своего и посадили в эфир. А это встречается нечасто. Что такое сочетание. То есть, филолог плюс человек, который может сочинить там любой текст на ходу, да, продиктовать его референтке. И плюс может своим голосом озвучить или сам выйти в эфир. Я, в общем, с собой-то выходил в эфир 8 лет каждый день в эфир. Ты выходишь на телеке, 150 тысяч онлайн и аудитория полтора миллиона. Прикольно. Или я выходил, когда уже в Москве работал, я делал прямые включения от Большого театра на весь мир. Меня смотрела сестра в Канаде. Или там запускали ракеты, я выходил. То есть, я вставал из Хинвала, из Осетии тоже выходил. Как бы нужны нервы, нужно понять, что ты говоришь. Я брал микрофон, выходил и примился в прямом эфире на всю планету. В общем, как-то это у меня быстро получилось. И меня телек сразу захватил. Изначально я пришел туда на Абум, случайно, потому что набирали корреспондентов. Это я всегда говорю, когда по блату, там по блату. Я говорю, я знаете, как попал? Я приехал из деревни. Сейчас коротко расскажу. Там была забавная, это 2001 год, весной 2001. Я заканчиваю институт и решаю в кои-то веки отдохнуть. Я уезжаю на два месяца, июль-август, в деревню. И в деревне там, ну, естественно, мобильных телефонов тогда еще не было. Значит, там нет ни телевизора, ни радио. И я там дичаю из-за того, что забываю, как меня зовут. То есть, просто вот покрываюсь мхом, гоняю там на рыбалку, на велике. Значит, моюсь в реке. Абсолютно дикая там была у нас деревня. Не было, там только холодильник был из бытовой техники. Я приезжаю в сентябре, приезжаю в город. Я шугаю с автомобилей. Я не знаю, как переходить улицу. То есть, абсолютно такой дикарь. Захожу к маме домой, включаю телевизор, и смотрю в телевизор, как стоит башня, и в нее влетает самолет. Был 11 сентября 2001 года. И у меня было абсолютно, как в фантастических фильмах. Я же понимал, что я такой башня-близнецы. Это был ужас, это был шок. Потом я узнал, что этим же летом я узнал, что моя жена беременна. Этой же осенью у меня не стало отца. На следующий год родился сын. В общем, где-то вот в этой точке моя жизнь так как-то, знаешь, как на скорости летела, и вдруг там подвернуло колесо. И она, значит, подпрыгнула и стала. Очень многое изменилось. Но вот тогда я пошел на телевизор, потому что это было и спасение. Это были, ну, в первую очередь, деньги. Мне надо было самому содержать семью. Это было просто чем-то надо было заниматься. Что было самое важное, самое ценное, чему ты научился, вот работая на телевидении? Ты знаешь, телек был, вот, конечно, мне безумно жаль, что сейчас из тех, кто помладше нас, они вообще ни за что не поверят и не поймут, что телек и журналистика, и ты была когда-то живым, настоящим делом, рычагом, когда мы там могли там мэра, значит, отчихвозить... Мы губернатора сняли. Губернатора там снимали, сажали. Мы тоже там какой-то черный пиар, там, значит, журналистские расследования, все это было. У нас редакцию сжигали. Вот, 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 Саш. Мне кажется, это абсолютное счастье нашего поколения, что мы видели, когда профессия журналиста была живой, была настоящей, была, может быть, даже чересчур влиятельной на живую жизнь. Сейчас это все выжжено, значит, напалмом очень давно. Я всегда, всегда даже среди, там, брутальных литераторов, которые феи, журналисты, я говорю, не надо журналистов обижать, они как бы дело делают. Ну да. Да, они хоть какую-то обеспечивают связь между обществом и властью. Сейчас мне все труднее защищать профессию журналиста, которой я не имею отношения никакого уже 10 лет, я лично, я не занимаюсь журналистикой, там, с 9-го года. Но мне сейчас все труднее защищать, потому что я вообще не понимаю, что это за люди. Вот, но... О чем ты спросил? Я спрашивал о том, чему ты научился, но я другое сейчас хочу спросить. Можешь рассказать какую-то историю о том, что вот вы что-то там, что-то конкретное сделали и что-то в мире изменилось? Ну вот, да, да, научился. Я к чему шел, что для меня журналистика это была возможность зеленому, юному, зажатому, наивному мальчику-филологу-студентику, который там на Ильяде 5 лет торчал, значит, узнать жизнь, познать жизнь, ворваться в эту жизнь. Там, значит, я тонул подо льдом, то есть я упал под лед в кадре, я тушил какие-то пожары, я выезжал на ДТП, где там залито все кровью, там, оры, крики и смерть вокруг. Я снимал реальные трупы, значит, с криминалистами ездил. Я ездил в какие-то жуткие колхозы, где там полудохлые коровы ползли по грязи. Я за эти 8 лет журналистики так впитал, вдохнул жизнь, и столько, и в таких количествах, что потом мне надолго этого хватило. Я потом там ушел и снова превратился немножко в такого кабинетного человека. Но я туда ходил за жизнью. И я, как бы, ей научился. И если попытаться точнее ответить на твой вопрос, например, я тогда был, была, значит, монетизация, и был еще у нас такой период, когда инсулин исчез. И мы ввели какую-то жуткую, совершенно такую массированную компанию информационную, потому что мы гнобили власть, там, полпредства, там, губернаторов, просто уничтожали выпуск за выпуском в новостях и по поводу инсулина, потому что люди реально умирали. И ты знаешь, однажды после такого эфира, когда я там полчаса говорю, как так можно, да что такое, такое, ну, как у нас было такое региональное НТВ, когда в лучшие годы, когда мы мочили, одна власть через нас мочила другую. И там был период, когда мы были на нужной стороне. Ну, реально люди, люди оставались без лекарств, без инсулина. Мы, в общем, рубились за правду. Не за кого-то, как сейчас могло показаться, а за правду. И я выхожу из студии, такой, в пудре, в тональнике, в белоснежном костюме. Внизу шорты, это понятное дело. Вот, а тут, значит, пиджак с рубашкой. Я выхожу, а у нас такая большая редакция, и очень часто заканчивался эфир. В редакции никого нет, потому что все со мной на эфире. Я вхожу, и все телефоны, которые там были, они просто подскакивали, они начинают разрываться. Я вот так вот шел, они прыгали. Ну, то есть, если я брал трубку, все, я уходил, там, эфир заканчивался где-то в полодиннадцатого, если я брал трубку, я уходил в два часа ночи, потому что это было невозможно. Входила референтка, она там что-то записывала, она уже бегала по столам, вот так по трубкам. Я спокойно стирал пудру. Но тут я взял, я вошел, взял первый попавшийся, думаю, что там, кто там? А там мог быть директор, скажет, что ты там, за что там нашего мэра, он нам друг, а я, да, он уже друг, а вроде, да, уже. Но тут был не этот случай, я так взял трубку, и пожилой голос, пожилой, такой натреснутый мужчина, я не знаю, сколько ему было там, лет, наверное, 70-80 тогда. Говорит, сынок, я до Берлина дошел, но вот так как ты, меня никто ни разу в этой жизни не защитил. Спасибо тебе. Круто. И прямо, и у меня, и у меня уж, и вот с тех пор для меня не существует вопроса, зачем я этим занимался, зачем я этому отдал 8 лет жизни, потому что для меня абсолютно вот этот вот случай был такой ключевой, роковой, потому что я увидел этого ветерана, несчастного, который дошел до Берлина, которому никто не может помочь, и только увидев, как я там с телеэкрана там разношу, значит, в дым этих злодеев, чиновников, он позвонил и мне сказал, спасибо, сынок. Вот. Ну, было много, конечно, случаев. Еще один был случай много лет спустя, как мне подобный тоже ветеран пришел в редакцию, там очень много таких сутяжников, что они там судятся с какими-то жеками годами, и он эти папки свои принес, и мне уже коллеги говорят, не встречайся с ним, не выходи из редакции на улицу, говорят, он сумасшедший, он ко всем ходит. А он, он как бы, и его жалко, и он сумасшедший, и что с ним делать, вообще непонятно. И вот он папочку, и он трясущимся руками мне сует эту, деньги мне, взятку. Я говорю, дед, ты что? Ну да, я этим с вами корреспондент, я говорю, давайте сделаем про него, 10 минут в эфире дадим, пусть он там безумный, пусть он скажет. Ну что, нам жалко, что ли? Ну, человек, это смысл жизни. И он там, пусть он бредил, но ему вот стало хорошо на 10 минут. Вот такие, было много таких случаев, это очень живая такая профессия, я благодарен, в общем, судьбе, что я пошел туда. Хотя, если бы пошел в эспирантуру, наверное, сейчас по-другому бы сложилось в моей жизни. Что было дальше? Ты ушел из журналистики или переехал в Москву? Да, где-то вот, да, ты знаешь. Или это одновременно произошло? В седьмом году я просто понял, что я уже, сколько там, 7-8 лет занимаюсь новостями, я уже понял, что все, да, то есть я, у меня такой произошел, у меня как-то все вместе, я там, у меня распался второй брак, к сожалению, в Нижнем Новгороде, это было еще там, я уже понял, что я уже не могу заниматься информационной журналистикой, потому что это новости, это 5 выпусков в день, это совершенно сумасшедший темп, это люди, это звонки, это у меня на счетчике на телефоне, никогда не забуду, там, я наговаривал сутки за, по-моему, две недели, чистого разговора, сутки за две недели, я понял, что нужно уходить, я понял, что я просто уже начинаю деградировать, и я решил, как бы, обрубить все узлы одним махом, я уехал в Москву, год, никто не верил, что я уехал, с ума сошел, потому что в Нижнем я был одним из самых влиятельных журналистов города, был знакомый мэр-губернатор, мы за руки здоровались, у меня были там зарплата, квартира, там, любые, любые преференции, любые доктора, главные врачи, которым я заходил без очереди в кабинет, потому что, ну, меня знали, и растяжки со мной висели по городу, меня узнавали на улице собаки дворовые, вот, в самых отдаленных городских районах меня узнавали, и что все это, получив к 28-м годам, я все это выбросил и уехал, и такой таджик посреди Москвы, да, я помню это ощущение, когда в съемной квартире вот так вот лежал, и никому нахер не нужен, кто я, да, где я, что я, никого, вот, друзья там дали переночевать, и из одной квартиры, вообще меня выгнали, там, чуть-чуть, чуть нос не сломали, мне на деньги кинули еще, и я помню, я в 2 часа ночи вот так вот с пиджаком на вешалке в метро, вот, или потом на диване в редакции спал в Москве, вот так вот вынтянутшись спал, потому что в 9 надо было проснуться и не помять рубашку с галстуком, то есть я не мог повернуться, чтобы я так встал и пошел сразу в редакцию, но было много такого, а до 1 год в Москве, потом я уже в Москве уволился там с телекомпанией с последней своей жизни, положил микрофон, сказал, что все, это была последняя моя журналистская должность, последний новостной выпуск, последний сюжет, хотя он был классным сюжетом, меня там все хвалили, мой знакомый, устроив меня на ТВ-3, уволил двух человек, чтобы мне сделать хорошую ставку по деньгам, я отработал у него деньги, пришел к нему и сказал, прости, брат, я не могу, зря ты уволил две ставки слил в одну, вместо двух девчонок корреспондентка взял одного меня, но я вот положил этот микрофон и в общем с тех пор я его не брал обратно в руки и не собираюсь, потому что дальше я начал делать документальные фильмы, дальше пошло кино и так далее и тому подобное. А ты не застал вот тот момент, когда, я просто вот вспоминаю, да, вот это вот как раз там с 2001-го где-то, наверное, по год 2006-й, 2007-й, как раз, когда я в 2001-м переехал в Москву и я периодически находил себе работу, работал полгода, год, и потом издание закрывалось, потом находил новую, снова там работал год, делал карьеру там до главного редактора и издание закрывалось, то есть когда время было, когда нормальные издания, в которых можно было работать, да, это вот ощущение было, как будто бежишь по льду тающему, да, он у тебя под ногами прям хрустит, рассыпается, уменьшается, и каждая следующая льдинка, она все меньше, меньше и меньше, да, то есть тут ты работаешь в большом издании, тут уже какая-то маленькая маргинальный сайтик какой-то на трех человек, тут уже там вообще что-то ничего, ты застал это или это тебя как-то миновало? Да, я уже этого не застал, это, ты говоришь, это такой излет 90-х, да, то есть вот эти процессы 90-х, они уже гасли, а я попал, когда Владимир Владимирович вошел во вкус и начиная с 2006 года начал уже там закрывать выборы губернаторов, там, вот, и налаживать такое, ровнять в бетон такую спокойную, благополучную, стабильную путинскую Россию, вот, поэтому я помню все эти процессы начиная где-то с года с 2007-2008, когда я уже пришел на телекомпанию, у нас была другая проблема, что телекомпания, на которой я работал, телекомпания «Волга», две статуэтки «Тэфи», в общем, одна из первых телекомпаний частных, негосударственных в России, такая знаменитая, бойкая, если ты туда пришел, ты не мог уволиться, потому что если ты уволишься, обратно тебя туда не возьмут, там был такой кодекс, а больше нормальных телекомпаний в городе нет, поэтому, как бы, вот, и в том числе, потому что, я 8 лет там проработал и уже просто, уже сварился там в собственном соку, я понимал, что из нижнего по горизонтали уже пешка не передвигается, можно только уехать в Москву. Да. А у тебя было понимание, вот ты когда микрофон клал, было понимание, чем ты будешь заниматься? Ты знаешь, нет, это совершенно в моей стилистике, да, к сожалению, я такой человек, потому что я из-за этого часто оставался там без денег, на улице, вот, один и не знал, куда пойти, вот, может быть, тут есть что-то такое, что-то такое женское в таком поведении, к сожалению, нет, потому что я очень часто в своей жизни абсолютно точно понимал, что я не буду этим заниматься, хотя все вокруг говорили, что это не так, да ты еще, да ты, конечно, да ты кокетничаешь, но это было очень такое жесткое решение, вот, а, да нет, я, конечно, примерно предполагал, чем бы я хотел заниматься, я еще, может быть, не знал, как, я предполагал, но, может быть, это было от какой-то такой внутренней самоуверенности, что я всегда знал, что, если я захочу, я добьюсь того, чего захочу, поэтому я уходил из журналистики, в первую очередь меня интересовало, чтобы туда не вернуться, а куда идти, ну, были разные варианты, были разные варианты, я очень долго даже в титрах не вешал свое имя, потому что я считал, что мне рано писать режиссер Арсений Гончуков, у меня телефон просто разрывает на атома, потому что там смс-ки, там, поздравляю, я поздравляю, поздравляю, и Кончаловский ходит по сцене, а где Арсений, где Арсений, вот, и я, и я стою, какой же я мудила, и Кончаловский просто мудила, то есть, я просто свой триумф, да, просто проспал, приз, даем фильму 1210, где Гончуков, и на сцену выходит актер, актер из этого фильма, и он говорит, я Гончуков, у него все взяли интервью, понимаешь, так я, я когда ему позвонил, я говорю, Саш, ты что, сука, делаешь, я говорю, ты что творишь, он мне обиженно говорит, тебе жалко, что полчаса я побыл Гончуковым, тебе, говорит, жалко, сейчас я, может быть, может быть, даже жалею о чем-то, в disp photo, то есть, особый, это просто гонядкой, это самая гонка, так правда без ави Ready 4 towns, выходит, так и у вас, palabra без авиазирования, но他们 сделают видео, который начнут сотрудники, для того, как это делается, что такое, потому что я считаю, как после того, это уже столько гонятки, потому что я не важен,